Часть четвертая. Геополитика в ближайшие 50 лет. Но до момента исчерпания нефти вообще предстоит довольно протяженный период времени, когда она еще будет. Но добываться она станет в основном в одном только регионе земли, районе Персидского залива. Итак, более половины мировой нефти принадлежит лишь пяти странам, так называемой большой пятерке. Точнее не принадлежит, а находится на их территориях. Некоторые из этих стран сейчас не могут, если вдруг захотят, прекратить добычу нефти, поскольку их существование зависит от запада, Кувейт. Другие не имеют права самостоятельно и бесконтрольно ее продавать, Ирак. Наиболее прозападными в регионе Персидского залива и Аравийского полуострова считаются страны, входящие в ГУЛФ Кооперейшн Консул, Совет Сотрудничества Стран-Залива. Трое из большой пятерки, Саудовская Аравия, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты в этот совет входят. Но дружба дружбы, а табачок врозь. В свое время, в период арабо-израильского конфликта, в начале 1970-х, производители нефти добились повышения цен на нее. И высокую цену стараются держать и сейчас. Шейхи и сами довольно-таки богаты. Уйма европеек, не только из стран СНГ, мечтают хоть ненадолго оказаться в гареме какого-нибудь мира. Одно время на страницах иллюстрированных журналах мелькали фотографии личных боингов, с салонами, отделанными по образцу сказок «Тысячи и одной ночи», с фонтанами и кроватью под соболинным покрывалом. Но поскольку государства этого региона зачастую являются, по сути дела, владением одной семьи или нескольких, то собственное имущество они умеют использовать с толком. Зачастую прибыли от нефти аккумулируются в том или ином фонде будущего, с тем, чтобы и после ее исчерпания можно было бы жить. Шейхи многое понимают. Они готовятся к ситуации, когда с Кадиллака снова пересядут на верблюда. Уже сейчас некоторые из них зависят от экспорта сырой нефти незначительно. Саудовцы лишь на 35% против 70% в 1970-х годах. Бахрейн и Дубай на 15%. Остальное они восполняют туризмом и банковским делом. Правда, эти Эмираты не входят в большую пятерку. Но во всех этих странах есть аналоги фонда будущего, и каждая страна готовится к эпохе существования без нефти. О перспективах. Куда идет мир? Можно исходить из того, что он меняется без цели. Просто под воздействием объективных законов развития. В таком случае, например, развитие западных, так называемых, демократических стран происходит вполне стихийно. Сменяющие друг друга раз в 4-5 лет правительства не имеют возможности планировать свою деятельность. Даже на 15-20 лет. Они вынуждены вести все время популярную политику, чтобы нравиться избирателям. Долгосрочные программы сначала требуют затрат, а отдача наступает гораздо позднее. Кто же захочет брать на себя труды и затраты, чтобы плодами воспользовался будущий соперник? Тем более, что проведение каких-либо масштабных работ потребует жертв, хотя бы материальных. А оппозиционная пресса постарается опорочить любое начинание. Кстати, интеллектуальный уровень специалистов не всегда соответствует сложности возникших задач, а большинство населения часто настроено против материальных затрат на общественные цели. Поэтому тирану, как ни странно, проще начать и провести, скажем, программу восстановления лесов, требующие на протяжении десятков лет только затрат, с наступлением отдачи только после смены поколений. Созданные после войны лесополосы спасают сельское хозяйство Украины и Юга России. К сожалению, из-за дефицита топлива их будущее под вопросом. Аналогичные по масштабам работы сейчас представить невозможно. А как обстоят дела в других демократических странах? Ситуация опять-таки парадоксальная. В западных странах демократия долгосрочным программам не мешает. В некоторых других, лишь недавно вставших на этот путь общественного устройства, ничего не получается. То ли к демократии нужно привыкнуть, то ли она не всем подходит, сложно сказать. Но такому поверхностному взгляду противостоят многочисленные факторы. Нет. Многое в политике стран Запада свидетельствует о наличии целей, слагающей деятельности и направленном поведении, обеспечивающем преемственность политики, невзирая на настроение избирателей. Существуют, например, многолетние программы вооружений. Есть и признаки, указывающие на наличие долгосрочных внешнеполитических планов. В период оживления контактов в конце 1980-х наших переговорщиков поражало, что американские генералы смеялись, когда их спрашивали, не изменит ли новая администрация чего-либо в военных программах, принятых при старой. В английской политике подобная преемственность обеспечивается явно через институт, не сменяемых при перевыборах беспартийных заместителей министров. В других странах, несомненно, тоже что-либо подобное существует. Таким образом, будет правильным считать, что в развитых западных странах работает немало специалистов, умеющих прогнозировать и планировать. При этом сам общественный строй обладает существенной инерцией. И любое правительство, явное, теневое или закулисное, не может по своему усмотрению менять темпы и направления общественного развития. По крайней мере, быстро не может. Второе, что следует понимать, принимать во внимание, то, что ни один достаточно успешный субъект, действующий в современном мире, никогда явно не декларирует свои методы. И уж тем более цели и приоритеты. Потому что современный мир конкурентный, как и все прочие. Как отмечал еще Петр Первый в книге «Юности чистая зерцала», благородному юноше не следует объявлять, к чему он стремится. Иначе другой юноша, прослышав о том, захочет добиться того же. Иначе говоря, никто, будучи в здравом уме, не станет рассказывать о своих грибных местах. А успешный бизнесмен не объясняет, как именно добился успеха. Так обстоят дела у нас, поэтому столь комичными выглядят интервью наших богачей, когда их спрашивают об источниках благосостояния. Во всем остальном мире, тем более. Но совершенно аналогичные процессы происходят и в межгосударственных отношениях. Говоря попросту, богатые нации не заинтересованы раскрывать секреты своего пути к процветанию, скорее наоборот. И нациям бедным не стоит принимать на веру советы и теории, исходящие из процветающего Запада. Им, бедным нациям, придется делать выводы самостоятельно, если они не хотят всегда плестись в хвосте мирового успеха. Диву даюсь, когда в своей книге «Почему Россия не Америка» я позволил себе посчитать аргентинский эксперимент неудавшимся. Сколько же у нас нашлось защитников политики МВФ? На полном серьезе мне говорили, что Аргентина начинает выкарабкиваться. Несмотря на то, что можно ведь было ознакомиться с реальной ситуацией и по зарубежным источникам, и по исчерпывающим публикациям, например, Хачатурова. Не того, кто пишет об уровнях энергопотребления. Или Глазьево независимый. Сейчас, после событий 2002 года, слава богу, защитники Западных Советов приумолкли. Проблема, впрочем, осталась. Аргентинская элита ничуть не лучше нашей. И ей так неохота думать своей головой. Так хочется, чтобы кто-нибудь объяснил, как стать миллионером. Да, он научит, как в больницу попасть. Короче говоря, будем считать, что Запад имеет план. Но о нем не говорит. Так давайте попробуем представить, что за проблема его беспокоит и как он будет ее решать. Прогноз с ближним прицелом. Итак, если в развитых странах имеется нечто подобное мировому правительству, озабоченного не очередными перевыборами, а проблемами западной цивилизации, то оно уже сейчас должно действовать, обеспечивая возможность гарантированного контроля над регионом Персидского залива. Чего, в сущности, хотели бы нефтеимпортеры добиться от стран Ближнего Востока? Не военного контроля как такового, а всего лишь разумных цен на нефть, вплоть до исчерпания запасов. Так что же под этими разумными ценами нужно понимать? Нефтяной рынок крайне неэластичен. Признаком неблагополучия становятся скачки цен, что согласно теории управления служит признаком кризиса. Нефтяной рынок не описывается и не может описываться какой-либо теоретической моделью стихийного процесса, что связано не только с заинтересованностью в нем всех, без исключения геополитических игроков, но и с закрытостью информации о нем. Неизвестно даже является ли он монополистическим или оликополистическим, то есть неизвестно насколько продавцы на этом рынке в действительности независимы друг от друга. Более того, известно, что основные продавцы на этом рынке в значительной степени зависимы от покупателей, не совсем рыночная ситуация. Чего хотел бы Запад, основной потребитель нефти? Такой цены на нефть, чтобы выручка от нее обеспечивала процесс добычи нефти, а также разведку и обустройство новых месторождений, и не более того, чтобы производители нефти не имели сверхприбыли, а еще лучше прибыли. Естественно, странам ОПЕК и другим нефтеэкспортерам нужна несколько иная ситуация. Они, конечно, не хотят гибели Запада. Кому они тогда станут сдавать свою нефть? Но на свой кусок хлеба каждому хочется иметь и кусок масла. А люди дальновидные, они понимают, что когда склад опустеет, им, закрыв ворота на замок, некуда будет пойти. Кому будут нужны арабские шейхи, когда у них не станет нефти? В цели Запада, тем не менее, очевидно, что минимальная цена не может длительное время быть ниже уровня себестоимости. Как оценивать себестоимость нефти для производителя? Интересно, что при затратах на добычу, не превышающих в особо благоприятных условиях, Кувейт, Абу-Даби, 3-4 доллара за баррель, их нельзя считать себестоимостью. И беда не только в том, что необходимо оценивать транспортировку до употребителя, При одинаковой себестоимости добычи конкретный покупатель предпочтет, естественно, более доступную. Не это главное. Ей-богу, корпорация АТОН мне ни рубля не платила, но к выступлениям ее аналитиков я с некоторых пор отношусь с интересом. Не знаю наверняка, насколько успешны их прогнозы и операции, но они умеют находить редкие данные. Так, в выступлении Дашевского попалась такая информация. С учетом затрат на восстановление ресурсной базы, себестоимость для большинства компаний-нефтедобытчиков оценивается в 15-16 долларов за баррель. Goldman Sachs 1999 год. Именно эта величина на мировом рынке нефти на сегодняшний день считается критической, поскольку падение цен до этого уровня ведет к недостатку средств на восполнение доказанных запасов, хотя текущая добыча и не страдает. Процесс возобновления ресурсной базы обходится и обязательно будет обходиться с каждым годом все дороже, что повышает себестоимость нефти. Таким образом, в течение времени минимальная цена нефти будет только увеличиваться. Этот фактор необходимо учитывать независимо от инфляционного процесса, которому подвержена нынешняя мировая валюта доллар США. От чего зависит максимальная цена нефти? В отсутствие политической составляющей диктата шейхов только от соответствия спроса и предложения. Достаточно небольшого превышения первого над вторым, чтобы начавшийся рост цен стал значительным. В 1990-е годы рост спроса к 2000 году прогнозировался значительным, ожидали дефицита нефти и соответственного увеличения цен. Так и произошло. Страны-потребители нефтяного рынка не имеют возможности увеличить предложения. Они могут только уменьшить спрос. При этом, после событий 11 сентября 2001 года наблюдалось интересное явление. Сокращение производства и потребления, если и имело место, то исчислялось считанными процентами, а нефтяные цены упали на десятки процентов, приблизившись к нижнему ценовому уровню. Фактически, при том же жизненном уровне, определяемом уровнем потребления ресурсов, страны золотого миллиарда стали значительно меньше платить за ресурсы. Ситуация поучительна. Фактически, примерно такую ситуацию Западу желательно воспроизводить и в будущем. Жертвуя деловой активностью, величиной виртуальной, можно сохранять высокий уровень потребления нефти. Это именно то, что нужно. Такая ситуация достижима благодаря некоторым свойствам нефти, как товара с неэластичным спросом. Совсем небольшие колебания спроса приводят к значительному изменению цены. И наоборот, можно снижать цену, а спрос почти не увеличивается. Поэтому, если удастся постоянно держать спрос под контролем, не давать ему превышать предложение нефти, цены будут низкими. И Запад, в первую очередь США, постоянно мучает вопрос, как этого добиться. Как ограничить спрос на нефть со стороны незападных потребителей? Как увеличить предложение нефти? Таким образом, на пути к ограничению нефтяных цен, именно это служит главной целью основных потребителей, есть два препятствия. Политическая воля нефтедобытчиков и рост спроса со стороны экономик, находящихся за пределами золотого миллиарда. До последнего момента первое препятствие базировалось на неуязвимости даже явных врагов Америки и относительной независимости в серьезных вопросах ее друзей. Вопреки ясно выраженному мнению США, Пакистан обзавелся исламской атомной бомбой, Ирак вообще находился в конфронтации с Америкой, а Саудовская Аравия занимала антиизраильскую позицию. И все это долго сходило им с рук относительно безнаказанно. Очевидно, Запад постарается в ближайшие 10 лет ситуацию изменить. Конечно, главной целью будут низкие нефтяные цены, хотя видимым проявлением может быть и политическое подчинение. Пока из пяти стран большой нефтяной пятерки не контролируется Западом только Иран и Ирак. По крайней мере, так ситуация выглядит внешне. Война за дверью. Теперь о том, что послужило толчком к написанию данной книги. Это неприятное предчувствие надвигающейся войны, которая может и не затронет нас напрямую, но коснется так или иначе, и вряд ли без нее обойдется. Причины войн кажутся слишком разнообразными, чтобы их можно было предсказать. Футбольная война между Сальвадором и Гондурасом произошла действительно из-за футбола. После матча сальвадорские болельщики устроили погромы лавок выходцев из Гондураса, или наоборот, что и вызвало военные действия на границе, к счастью, не очень кровопролитные. В 1954 году слишком успешная охота дояков западного Климантона на бородатых свиней вызвало возмущение местных мусульман, живших ниже по течению рек. Они объявили доякам войну, поскольку трупы кабанов осквернили воду. Но, скорее всего, эти экзотические поводы наложились на какие-то более серьезные конфликты, которые трели под спудно, дожидаясь только подходящего момента повода. Давно известно высказывания типа «Никогда так много не лгут, как после охоты и перед войной. Нет более непроницаемой тайны, чем та, что окутывает рождение войны». Поэтому упомянутая в предисловии книга, на мой взгляд, редчайший источник, проливающий свет на эти тайны, это книга «Его глазами», вышедшая в свет на английском языке в 1946 году, спустя всего год после смерти Рузвельта, и изданная на русском языке уже в 1947 году. Автор, сын американского президента Элиот Рузвельт, служил в авиации, занимался фоторазведкой на Европейском и Среднеземноморском театрах военных действий. Он несколько раз выполнял обязанности адъютанта президента во время международных встреч и конференций. Элиот Рузвельт не политик и лицо не слишком заинтересованное в сокрытии реальных слов и событий. Ему, в отличие от высокопоставленных чиновников, не нужно выпячивать свои заслуги на переговорах и оправдывать промахи. Он не пытается произвести впечатление ни сверхъестественными способностями к анализу и часто передает то, что слышал вообще без комментариев. Поэтому ему хочется верить. Неким аналогом этой книги служат воспоминания Сергея Берия о его работе во время Тегеранской конференции. Они тоже содержат уникальную информацию. Но Сергей Лаврентьевич, к сожалению, склонен к исмыслению того, что видел и слышал. И что еще хуже иногда, не разделяет собственных впечатлений и мнений других людей, а то и не относящихся к делу размышлений, подчеркнутых из прессы 90-х годов. Потому его воспоминания, опубликованные к тому же спустя 40 лет после событий, несколько проигрывают в убедительности. Элиот Рузвельт сопровождал отца на саммитах в Тегеране, Каире и первым из них, произошедшим на кораблях английского и американских плотов «Принц Уэльский» и «Августа». Сейчас он чаще называется в литературе «Огаста» в бухте Арджентия на острове Ньюфаундленд. Встреча на новооткрытой земле. Эта историческая встреча произошла в августе 1941 года. Представьте себе это время. Гитлер захватил почти всю Европу и часть Северной Африки. Никто еще на Старом Континенте не смог ему противостоять. Он не потерпел ни одного поражения. И что самое ужасное, много людей в покоренных странах начали склоняться на сторону нового порядка. Довоенные экономические успехи гитлеровской Германии на фоне мировых кризисов поражали. Нацистские идеи нашли отклик и в Норвегии, Дании, Голландии и некоторых других. На стороне Гитлера начали выступать формирования из Литвы и Латвии, Эстонии, Хорватии, Словакии. Против СССР воевали армии и дивизии румын, итальянцев, венгров, испанцев, французов, датчан и так далее. Почему-то никто не сказал еще почему. Против Гитлера европейцы боролись не так охотно, как на стороне Гитлера. При сопротивлении германской оккупации погибло меньше голландцев, чем затем в рядах СС в боях против нас. Да что там идеи, даже эстетика Третьего Рейха была привлекательной. На фюзеляжах финских самолетов красовалась голубая свастика. По различным причинам к Германии сочувственно относились многие народы и страны. Особенно это касалось колониальных и подмандатных владений Британии, от Бирмы до Палестины, или бывших английских колоний, таких как Ирландия, но и независимые Швеции и Португалия не были врагами Германии. Противостоял этому почти всеевропейскому сообществу только СССР. Да, еще Англия и малочисленные югославские партизаны. Советская армия терпела тяжелейшие поражения, потеряв большую часть личного состава, военной техники и материалов, а экономическая мощь нам шла тогда только от Монголии. После начала войны, мы отступив из приграничных республик, с большим трудом создали почти сплошной фронт примерно на границе России и месяц держали его в ходе оборонительного Смоленского сражения. Но в августе немцы прорвали и уничтожили Западный фронт, окружив несколько наших армий. Тогда все жили еще представлениями Первой мировой войны и прорыв фронта казался окончательной катастрофой. Ведь действительно между Москвой и немцами советских войск больше не было. Эти события не были секретом, Черчилль потому и не верил, что Советский Союз сможет продолжать сопротивление. Англии стало в 1941 году немного легче, поскольку Гитлер отвлекся на СССР, но еще в 1940 ситуация была для англичан близкой к полному поражению и могла снова стать опасной. Как только Гитлер разделался бы с советами. Ресурсов Англии было недостаточно для наступательной войны. И несмотря на защиту Ла-Манша и мощного флота, империя была под страшной угрозой. Подойди немцы к границам Индии, английской власти там пришел бы конец. Итак, в августе 1941 встретились английский премьер-министр, военный вождь англичан, малоприкодный в мирной жизни и призванный ими именно на период войны. Человек, который ни при каких условиях не отступал и не сдавался. Верный сын своей империи и надежный слуга правящего класса. С другой стороны, навстречу прибыл хитрый и умный политик, глава первой промышленной державы мира, лидер, одним своим авторитетом уже однажды спасший Америку, а следовательно и западный мир от тяжелейшего экономического кризиса. Интересующихся этим необыкновенным человеком, а в Советском Союзе только его именем, именем единственного из американских президентов была названа городская улица в Ялте, отсылают монографии Уткина о Рузвельте. Что могут обсуждать два исторических деятеля? Англия ведет войну, Америка только готовится, она уже нарушает нейтралитет, поставляя военные материалы в Англию, собирается помогать и России, хотя и не находятся в состоянии войны с Германией. Америка готовится воевать и с Японией, выдвигая хотя и справедливые требования о прекращении агрессии в Китае, но несомненно ведущие к войне. Поэтому вполне логично предположить, что главный вопрос встречи координация военных усилий Англии и США. Действительно, Черчилль уговаривает Рузвельта немедленно объявить Германии войну, это произошло лишь спустя 4 месяца по инициативе Германии, и обсуждает вопросы военных поставок. Вполне естественно, что он просит давать побольше Англии и поменьше Советскому Союзу, мотивируя это скромным поражением русских, мол, все равно все достанется немцам. Американцы сомневаются, но не из политических, а из прагматических соображений. Русские убивают много нацистов, а англичане только готовятся. Что им не дай, будет несколько лет без пользы находиться в резерве. Что же касается поражения русских, то Гарри Гопкинс, представитель Рузвельта, побывал в СССР, и у него сложилось другое мнение, чем у Черчилля. То, что такие темы обсуждались, очевидно, а вот что не очевидно и чего трудно было бы ожидать, невоенные вопросы стали главной проблемой переговоров. Неудивительно ли, что камнем преткновения послужили вопросы международной торговли? Вот фраза Рузвельта, которая поразила меня больше всего и, собственно, привлекла внимание к перелистываемой у лотка мукиниста книге. Станет ли кто-нибудь отрицать, что одной из главных причин возникновения войны было стремление Германии захватить господствующее положение в торговле Центральной Европы? Вопрос этот был задан на пленарном заседании в аудитории из высших чиновников двух держав. Эллиот не пишет об их реакции, но, похоже, никто не возразил. Да, вопрос был задан не для того, чтобы вызвать несогласие. Может ли эта фраза не удивлять читателей из России? Ребенком я часто посещал с отцом общественной бани, был тогда такой обычай. Многие мужчины носили на своих телах увечья и рубцы, ужасные следы войны. И это не выглядело чем-то необычным. И моя семья, как и любая в нашей стране, понесла тогда тяжелые потери. Почти всех мужчин старшего поколения я знал только по фотокарточкам из семейного альбома. До сих пор, бродя с шьем по лесам натыкаешься на заплывшие окопы и блиндажи, находишь пробитые каски и прочее железо. Кажется, что вся земля перекопана и полита кровью. Да так оно и есть. Мы знали, зачем приходил Гитлер. Он хотел поработить наш народ, забрать себе наши природные богатства, лишить нас языка и культуры. Мы дрались с ним и победили, потому что научились лучше воевать, чем немцы оружие и к тому же оказались упорнее, терпеливее и выносливее. И вот оказывается, что наша война, Великая война, была лишь эпизодом мировой экономической борьбы, борьбы за какую-то там зону торговли. Тем не менее, это верно. Мы постоянно забываем, что не были главными участниками войны, хотя и обеспечили победу одной из сторон. И даже не участвовали в ней с самого начала. До того, как нас в войну тянули, она шла уже почти два года. И не между коммунистами и нацистами, а первоначально между капиталистами. Германия с одной стороны, Англия и Франция с другой, были капиталистическими державами. И война в 1939 году началась между ними формально из-за нападения Германии на еще одну капиталистическую страну, Польшу. А раз так, то капиталистам несомненно лучше знать, из-за чего они воевали. Очевидно же, что Гитлер был и оставался представителем западного мира по культуре и мировоззрению. А кем еще? Это чистейший продукт западной цивилизации, как бы она от него не открещивалась. Гитлер гордился своей победой над коммунизмом в Германии. И разве Черчилль за это его порицал? Кому, как не Черчиллю, принадлежит крылатая фраза о советской России, сказанная в 1917 году «Младенца нужно задушить в колыбели». Нет, и Германия, и Англия входили в западный мир. Вторая мировая война была войной внутри Запада. Это трудно доказать, но не сомневаюсь. И в следующем тезисе схлестнулись не столько жизненные интересы народов, сколько правящих классов, банкиров и промышленников Англии и Германии. А выиграли в конце концов капиталисты США, поделившись правда потом со своим народом, признаем это в интересах истины. Так что причины Второй мировой войны лежат во взаимоотношениях внутри западного мира. Это не был первоначально крестовый поход на восток. Кстати, если поднять довоенные исторические материалы, то многие действующие лица того времени открыто говорили о конфликте капиталистических интересов как главной причине Второй мировой войны. Коммунистические деятели либо упоминали об этом в числе своих движущих мотивов Гитлер, оказывается, в своем кругу признавали это и остальные участники. Почему президент Рузвельт прибег к довольно редкому в западной практике приему высказыванию в прямой форме по сути дела безобычной словесной маскировки? Потому что он оказался в ситуации редчайшей, о которой мечтает каждый политик. В этот момент его страна могла стать не только первой промышленной державой мира, но и величайшей по всем параметрам и по торговле тоже. Последующие события показали, что Рузвельт своим шансом воспользовался, вынудив Черчилля сдать имперские торговые соглашения с английскими колониями. Рузвельт тем самым заранее заставил поделиться не только врагов, которых еще предстояло разбить, но и самого близкого и богатого союзника. Известны высокие оценки личности Сталина со стороны действующих лиц той всемирной трагедии. Помните Черчиллевское? Приняв страну сахой, оставил с водородной бомбой. Менее известны встречные отзывы, характеризующие Черчилля как человека, который не побрезгует залезть к вам в карман и украсть копейку, а Рузвельте Сталин отозвался иначе. А этот, другое дело, работает по-крупному. Дело в том, что экономика того времени отличалась от нынешней. Свободной торговли всех со всеми не существовало. Не было единого мирового рынка промышленных и сельскохозяйственных товаров. Были двухсторонние договоры между странами о порядке торговли между ними. И третьему участнику доступа к этой торговле могло и не быть, разве только по более высоким ценам. В особенно выигрышной ситуации находилась Англия. Она торговала со своими доминионами по преференциальным соглашениям, неравноправным по отношению к ним. Другие страны Англии завидовали. Германия дважды пыталась вклиниться в эту систему, создать собственную колониальную империю или хотя бы зону торговли, где благодаря своему технологическому превосходству могла бы не бояться конкурентов. Свободной мировой торговли немцы то ли не хотели, то ли не надеялись на нее. Америка чувствовала в себе силы пойти по иному пути. Она готова была конкурировать на любых рынках и рассчитывала на победу в этой борьбе. Когда-то в аналогичном положении была Англия, но с индустриализацией Германии и выходом на мировую арену Америки ей пришлось от агрессии фритрейдерства уйти в глухую оборону протекционизма. Вот что говорил на эту тему Рузвельт. Уже не при англичанах его слова Эллиот приводит в начале повествования о встрече в бухте Эрджентия. Есть еще одно обстоятельство сказал отец на карту поставлена судьба Британской империи. Английские и германские банкиры уже давно прибрали к рукам почти всю мировую торговлю. Правда не все отдают себе в этом отчет. Даже поражение Германии в прошлой войне не изменило дело. Так вот это не слишком выгодно для американской торговли. Не правда ли? Он приподнял брови и взглянул на меня. Если в прошлом немцы и англичане стремились не допускать нас к участию в мировой торговле, не давали развиваться нашему торговому судоходству, вытесняли нас с тех или других рынков, то теперь когда Англия и Германия воюют друг с другом, что мы должны делать? Рузвельт знал, что и как нужно делать. На переговорах он поднял вопрос свободы торговли. Никаких искусственных барьеров, продолжал отец, как можно меньше экономических соглашений, предоставляющих одним государством преимущество перед другими, возможности для расширения торговли, открытия рынков для здоровой конкуренции, он с невинным видом обвел глазами комнату. Черчилль заворочился в кресле. Торговые соглашения Британской империи начал он внушительно. Отец прервал его. Да, эти имперские торговые соглашения, о них-то и идет речь. Именно из-за них народы Индии, Африки, всего колониального Ближнего и Дальнего Востока так отстали в своем развитии. Шея Черчилля побагровела и он подался вперед. Господин президент, Англия не на минуту не намерена отказываться от своего преимущественного положения в британских доминионах. Торговля, которая принесла Англия величие, будет продолжаться на условиях устанавливаемых английскими министрами. Понимаете, Уинстон, медленно сказал отец, вот где-то по этой линии у нас с вами могут возникнуть некоторые разногласия. Я твердо убежден в том, что мы не можем добиться прочного мира, если он не повлечет за собой развитие отсталых стран, отсталых народов. Но как достигнуть этого? Ясно, что этого нельзя достичь методами 18 века. Так вот, кто говорит о методах 18 века? Всякий ваш министр, рекомендующий политику, при которой из колониальных стран изымается огромное количество сырья без всякой компенсации для народа данной страны. Методы 20 века означают развитие промышленности в колониях и рост благосостояния народа путем повышения его жизненного уровня. путем его просвещения, путем его оздоровления, путем обеспечения ему компенсации за его сырьевые ресурсы. У пример министра был такой вид, как будто его сейчас хватит удар. Вы упомянули Индию, прорычал он. Да, я считаю, что мы не можем вести войну против фашистского рабства, не стремясь в то же время освободить народы всего мира от отсталой колониальной политики. Извините за столь обширную цитату, но источник не из доступных и информация просто уникальна. Оцените мастерство Рузвельта. Новое экономическое устройство мира сулит самые спелые плоды американцам, но оно естественно будет вводиться исключительно в интересах угнетенных наций. При этом все понимали, что цена вопроса более равноправное участие Америки в мировой торговле. То есть участие в том, чем занималась до того одна Англия. А экономически Америка сильней. И в честной конкуренции у Англии нет никаких шансов удержать свои позиции. И риторика по поводу всех была понятна всем. Ни Германия, ни Япония не планировались на роль полноценных конкурентов. Рузвельт по сути потребовал у Черчилля миром то же, что пытался получить войной Гитлер. По уровню конфликтности право же Англии впору было воевать не с Германией, а с Америкой. А ведь исторически совсем недавно было все наоборот. В 19 веке в Англии была самая развитая в мире, а значит и наиболее экономически эффективная промышленность, в том числе текстильная. И Англия выступала сторонницей свободной торговли мировой фритрейдерства. И фермеры юга США без проблем продавали свой хлопок в Англию. Но промышленники севера сами хотели заняться столь выгодным бизнесом. Они естественно не могли так же хорошо платить, как англичане, ведь когда начинаешь новое дело, затраты велики, а выручки еще нет. Но зато юг входил в Соединенные Штаты и его торговлю с Англией можно было осложнить и сделать дороже. Такая политика называется протекционизмом. Результатом конфликта интересов севера и юга стала четырехлетняя война со всеми ее прелестями и красотами. Траншеями, наполненными убитыми, тактикой выжженной земли, голодом гражданского населения, разминированием дорог, колоннами пленных, но более важным элементом этой войны была морская блокада, не позволяющая южанам продать в Англию нитьюка-хлопка. Сейчас многие почему-то считают, что война велась за права негров, но негры юга были освобождены только в середине войны 1863 года, а севера кое-где в некоторых штатах даже позднее, чем на юге, вплоть до 1865 года. Еще в 1864 году беглых негров возвращали их владельцам, из-за чего же воевали два года до президентского указа об освобождении негров юга. По-моему, не менее важным свидетельством победы, чем капитуляция генерала Ли стала изготовление первого фабричного тканого изделия на первой ткацкой фабрике севера в Массачусетте. Это был американский флаг из хлопка и шерсти. Его недавно продали на аукционе Сотбис за солидные деньги около 70 тысяч долларов. Непростое оказывается дело собственная ткацкая промышленность. Несколько лет на нее ушло у северян. А юг затовариваясь хлопком так до конца войны и не создал ткацкой промышленности. И солдаты южане ходили в обносках и рыжих штанах из домотканной материи. Будете еще раз смотреть унесенные ветром обратите на это внимание. Там детали соблюдены точно. Но уже к середине 20 века все поменялось. Развитая Америка ведет фритрейдерскую политику. Отстающая Англия после 200 лет фритрейдерства прибегла к протекционизму. Это естественно. Ведь в экономике протекционизм оружие оборонительное единственный залог развития слабых. Именно поэтому и Германия в конце 19 века защищалась от Англии протекционистскими приемами. А с Россией старалась строить отношения на фритрейдерских основах. К концу 19 века американцы не уступали англичанам не только в экономике но и в разработке идеологических прикрытий своим действиям. Привлечение в качестве такового вопроса о рабстве блестящий пример. Как могла Англия в подобных условиях вмешаться выступить на стороне юга? Чего оно желало всеми фибрами своей экономической души? Ведь это же означало на стороне рабства. Мировое общественное мнение Франции Германии Россия не позволила. Вот и посмотрите с этой точки зрения на аргументацию в пользу свободной торговли. Такая фраза Рузвельта также произнесенная во время переговоров может рассматриваться как квинтэссенция позиции фритрейдерства достойная стать лозунгом всемирной торговой организации. Равенство народов предусматривает самую широкую свободу торговой конкуренции. Как капиталисту с этим спорить? На самом деле равенство народов предусматривает свободу выбора ими торговой политики. Кому-то выгодно низкое таможенное налогообложение. Кто-то не может обойтись без высоких пошлин. Но все ведь способны конкурировать на равных. Но осознать это трудно. Не все понимают, что неспроста боксеры и борцы выступают в разных весовых категориях. У мухача нет шансов на встречи с тяжеловесом. Для Черчилля свобода торговой конкуренции означала конец империи, при котором он не хотел председательствовать, но он знал также, что выбора у него нет. Без Америки не будет военной победы, а человек, готовый сражаться и на полях и в холмах живое воплощение английского бульдога сдался. Так на свет появилась Атлантическая хартия, документ предопределивший послевоенное устройство мира. То, которое мы видим сейчас. Еще раз удивимся. Рузвель думал об этом в августе 1941 года, еще до нападения японцев на Перл Харбор, до атомной бомбы и интернета. А удивившись, осознаем, это норма. Вступая по своей воле в войну, нужно сначала решить, что ты хочешь получить в результате. Атлантическая хартия это совместная декларация США и Великобритании, подписанная на борту крейсера Августа в 1941 году. Она формально определяла цели войны для Англии и США. А также желательные основы послевоенного мирового порядка политические и экономические. Определяла во многом точно. Для нашего повествования особый интерес представляет статья четвертая хартии, выглядящая так. Четвертая статья. они США и Великобритания соблюдая должным образом свои существующие обязательства будут стремиться обеспечить такое положение при котором все страны великие или малые победители или побежденные имели бы доступ на равных основаниях к торговле и к мировым сырьевым источникам необходимым для экономического процветания этих стран. Описываясь позднее в 1946 году ход выполнения хартии Эллиот Рузвельт неожиданно замечает минует четвертый пункт тайны его слишком глубоки. Не знаю что он тогда хотел сказать возможно подтекстом статьи стал всего лишь демонтаж системы имперского протекционизма Великобритании но возможно это торжественное клятва о постоянном контроле запада над источниками сырья. Не действует ли это хартия до сих пор в качестве основы поведения развитых стран. Очень на то похоже. Но что в таком случае может означать свободный доступ всех стран к мировым сырьевым источникам? Что это за мировые источники? Каждый источник принадлежит конкретной стране вроде бы или я не прав? все все имеет причину вам уважаемый читатель может показаться что я сгущаю краски и подхожу к проблеме односторонне или в крайнем случае акцентируя внимание на частном случае эпизоде относящемся к определенному историческому периоду. Думаете не перегибая ли палку утверждая что мировые войны велись за контроль над мировой торговлей отчасти это так перегибаю но точнее стараюсь выделить главное звено за которое вытягивается цепь хотя сделать это непросто слишком много отвлекающих факторов после второй мировой войны американцы вели немало войн но и корейской и вьетнамской произошедшие позднее не несли явной экономической подоплеки и война в Югославии также внешне имела вид межплеменных расприй укращенных вмешательством цивилизации там экономика присутствовала но не в глобальных масштабах замятина писала в известиях что несомненным результатом войны против Югославии будет смена эмблемы Юга Петро на бензозаправках на эмблемы западных нефтяных компаний а один из участников событий утверждал что острота событий вокруг Вуковара объяснялась тем что в перспективе там пройдет участок стратегического канала Дунай Адриатика правда ли это не знаю но славянскую брошюру о проекте такого канала впоследствии я нашел совпадение или нет но сейчас потихоньку без шума происходит реконструкция системы каналов в перспективе объединяющих западную и центральную Европу это необходимо ведь без нефти роль водного транспорта возрастет наконец-то немцам открыт канал объединяющий речные системы Дуная и Рейна через Майн как только его не пытались построить и Доминициан и Карл Великий тысячи лет прошло а собрались с духом и силой только сейчас естественно ответвление строящейся системы в Адриатику по пути где-то когда-то волочил свой Арго Ясен сотоварищи станет очень полезным и логичным и принесет пользу всем кто этим каналом будет владеть но все это выгоды частные и в мировом масштабе мелкие в целом в войнах запада 40-го 90-х годов явного экономического мотива не просматривалось кроме одного общего уничтожения коммунистической системы в перспективе возвращало в лоно мирового рынка солидную долю экономики земли как с вожделением сказал какой-то американец представьте себе что каждый китаец покупает зубную щетку моей фирмы думаю что период первой половины 20-го века был уникален по обнаженности мотивов в конце 1930-х никто ничего не стеснялся поверженную Чехословакию рвал на части не только тигр но и шакалы а вот после войны все действующие лица старались всячески облагородить свои действия даже когда борьба шла конкретно и определенная за землю жизненное пространство лебенсраум для своего народа как в Израиле Карабахе или Косово войн по причинам торговой политики мы к счастью своими глазами не видели хотя почему нет видели же только что вышли эпизод 1 и эпизод 2 звездных войн если подзабыли то пересмотрите еще раз для интеллекта не обременительно и обратите внимание на причину разворачивающегося конфликта это торговый договор между некой планетой и торговой федерацией лишний пример того что вылезти из собственной кожи могут только гады а человек ограничен в своей фантазии сюжетами из реального мира мы в его воле лишь разглядеть уже существующие тенденции и продолжить их в ином мире и кстати данный сценарий показывает как и о чем мыслят нормальные американские сценаристы что с их точки зрения может быть очевидной причиной военного конфликта и на какой уровень восприятия американского зрителя они рассчитывают но не думайте что 20 век был уникальным торговые и экономические интересы всегда числились среди первых причин войн если первая и вторая мировые войны стали катастрофами 20 века то для века 19 аналогами были наполеоновские какова была их причина думаю вы уже не удивитесь в 1811 году французский император наполеон первый не будучи в состоянии справиться со своим главным врагом Англией и после того как континентальная блокада имевшая целью сорвать торговлю Англии оказалась недостаточно эффективной решил начать войну против России император надеялся заключив мир с царем создать благоприятные условия для продолжения континентальной блокады гейнс гудериан опыт войны с Россией это пишет почти наш современник он профессиональный военный его можно понять в том смысле что торговая блокада была не целью а средством для победы в войне но почти тоже и более определенно говорит современница и личный враг Наполеона Анна Луиза Жермена де Сталь популярная в то время писательница в путевых записках о России в 1812 году она отмечает что причиной войны было стремление Наполеона монополизировать торговлю английскими товарами на европейском континенте умная была женщина хотя ее романтические героини и проповедовали свободу личности она даже отметала что биологическая продуктивность лесов России низка по сравнению с Западной Европой звери и птицы редко встречались ей по дороге хотя вдруг вокруг были дикие места прочитать ее записки можно в замечательном ленинградском издании иностранцев России 1812 года вот что было общего у Гитлера с Наполеоном а не календарные совпадения дат в их деятельности спросите каким краем там оказалась Россия но это не сложно возьмите первую главу Евгения Онегина и прочтите место где говорится о кабинете Евгения помните что там и по балтическим волнам за лес и сало возят к нам продукция российских помещиков реализовывалась главным образом в Англии Англия морская держава и пенька для канатов была первым товаром российского экспорта сбывать ее во Франции в аналогичных масштабах возможно было только при условии что она стала океанской державой но главное только у Англии было чем платить русским помещикам только она была развитой промышленной страной союз с Англией а не Францией был нужен дворянам а те кто не понимал этого жестоко поплатились я имею ввиду убийство 11 марта 1801 года императора Павла I впрочем дадим слово почти современнику тех событий Фанвизину не автору недоросля а бригадира и бригадира а декабристу Павел сперва враг французской революции становится восторженным почитателем Наполеона Бонапарта и угрожает войной Англии разрыв с нею наносил неизъясненный вред нашей заграничной торговли Англия снабжала нас произведениями и мануфактурными и колониальными за сырье произведения нашей почвы дворянство было обеспечено в верном получении доходов со своих поместьев отпуская за море хлеб корабельные леса мачты сало пинку лен и прочее разрыв с Англией нарушая материальное благосостояние дворянство усиливало в нем ненависть к Павлу мысль извести Павла каким бы то ни было способом сделалась почти всеобщей о том же говорит и один из главарей заговора Зубов в своей речи на знаменитом ужине перед убийством он прямо указывает на безрассудность разрыва с Англией благодаря которому нарушаются жизненные интересы страны и ее экономическое благосостояние английский посол естественно был первым кого заговорщики известили об успехе не нужно конечно преувеличивать заботу помещиков дворя на России о себе они беспокоились в первую очередь и не факт что стране их действия принесли бы пользу хотя и это не исключено во всяком случае в других классах население отношения к Павлу было хорошим еще дореволюционные историки отмечали что заговорщики офицеры просто вынуждены были убить свергнутого императора не оставлять его в живых потому что иначе они были бы вскоре перебиты гвардейскими солдатами наследник Павла Александр Павлович честно исполнил дворянский наказ ясно выраженный в убийстве дворянами его отца кстати его номинального деда Петра Третьего также убили заговорщики дворяне и также безнаказанно вот положение всего было в русском самодержавии он вел в принципе проанглийскую политику воевал с Наполеоном в центральной Европе но не устоял силой принужденной к участию в континентальной блокаде тяготился ею будучи хорошим политиком не порвал Тильзийский мир но видимо нарушил его в самом главном пункте что и вызвало в 1812 году нашествие двунадесяти языков то есть двадцати народов среди которых были такие экзоты как голландцы хорваты и испанцы последствия известны хотя политически Александр был достаточно самостоятельен он сохранил Францию как крупную страну после войны вопреки другим державам победительницам в области экономической политики он безоговорочно подчинился идеологии Англии после вынужденного и часто полезного протекционизма его повело в сторону в другую безрассудное снижение таможенного тарифа в 1816 году вызвало внутрироссийский экономический кризис и спустя три года пришлось снова возвращаться к политике протекционизма но это уже совсем другая история человек мыслит аналогиями и я не считаю себя исключениями что может послужить причиной действительно большой войны получается только конфликт интересов внутри тесного круга развитых стран там есть соперники сравнимого калибра но существуют ли там торговые противоречия тех что были раньше нет условия мировой торговли промышленными изделиями для всех равны официально фритрейдерская доктрина на данном этапе исторического развития победила никаких препятствий никаких квот и запретительных тарифов на промышленную продукцию нет война бывает когда что-либо монополизируется за собой какой-либо сектор рынка одни рынок закрывают другие хотели бы его открыть экономического разрешения ситуации не находится потому и начинается война сейчас торговли промышленной продукции такого не просматривается все члены вто правила одни для всех я не беру в расчет некоторые шалости США в небольших масштабах им можно а кто этим недоволен на тех американцы внимания не обращают правда мировая торговля в значительной степени находится под контролем американцев но и немцы торгуют и японцы и англичане хотя и уступили свою империю американцам кое-что сохранили старый конь борозды не портит хоть глубоко и не башет англичане до сих пор вторая после американцев торговая нация нерыночный рынок но есть один рынок до сих пор не выглядящий свободным истинно рыночным он не подчиняется некоторым законам рыночной экономики писанным и не писанным например все сырьевые товары в последние десятилетия в реальном исчислении подешевели кроме нефти этот товар является несомненно глобальным более 70% его пересекает национальной границе а газ и уголь такими товарами не считаются лишь 20% первого и 10% второго нет также другого товара цены на который подвергались бы столь резким и значительным изменениям и при этом потребление не падает то есть даже рост цен в несколько раз не запретителен напомню историю резкого роста цен на нефть в новейшее время считается что это было результатом неэкономического регулирования в 1973 году произошел международный конфликт арабские страны попытались вернуть территории захваченной Израилем в ходе шестидневной войны несколькими годами ранее попытка не удалась в целом в результате войны стороны остались при своих одно временное чтобы лишить Израиль западной поддержки арабские страны применили нефтяное оружие ограничив поставки нефти это стало первым фактором подорожания именно к этому времени относится начало резкого роста цен на нефть на волне нефтяного кризиса по миру прошла и волна национализации в период 1973 и 1976 годов нефть национализировали и в нефтяных княжествах Персидского залива и в Венесуэле без этой национализации несомненно какая-то целенаправленная ценовая деятельность стран производителей нефти стала бы невозможной единая позиция многих нефтепроизводителей это второй фактор возможно на этот рост наложился и более объективный фактор нефтедобыча в США как раз в 1970 прошла свой пик и с тех пор она снизилась почти вдвое и у нас также пиковым был 1968 год более 600 миллионов тонн а ведь США основной потребитель нефти и именно американский спрос формирует мировую цену дефицит нефти в США не мог не привести к подорожанию даже и без войны но хотя цена в целом значительно выросла по сравнению с 1950 60 годами она сильно колеблется вокруг среднего значения а пиковые составляют от 60 до 350 долларов за тонн что это значит резкие колебания цены при почти постоянном потреблении говорят о следующем даже при низком уровне добычи себя оправдывает следовательно при высоких ценах разница между продажной ценой и себестоимостью становится чистой прибылью нефтепроизводителя соответственно при низких ценах на нефть эту прибыль получает потребитель то есть при колебании цен всего на доллар за баррель 7 долларов за тонну в мире происходит перераспределение 15 миллиардов долларов прибыли от потребителя нефти к шейхам или наоборот интересно что по некоторым оценкам это самое колебание в 1 доллар за баррель может обеспечить своей экспортной политикой Россия хотя ее экспорт в мировом масштабе и не вели то есть если Россия действует по рекомендациям ОПЕК и обеспечивает подорожание нефти на 1 доллар то ее выигрыш всего 1 миллиард а остальные 14 получают страны ОПЕК если же Россия играет в пользу Запада то на удешевление она теряет миллиард а зато страны запада получают 15 среди сторонников сближения России и Запада циркулирует идея соглашение Штрихберекерского по своей сути Россия разрушает политику ОПЕК а Запад за это компенсирует ей потери от удешевления нефти звучит заманчиво но пока правда это только проект следует также иметь ввиду что говоря о России мы говорим о компаниях экспортирующих нефть из России у нас то в отличие от большинства нефтедобывающих стран внешняя торговля нефтью торговля частная а эти компании придерживаются разной политики одни поддерживают Запад другие ОПЕК во всяком случае Россия и Норвегия частенько мешают планам ОПЕК по удержанию цен на высоком уровне пока что себе в ущерб но вернемся к основной теме мы видим в нефтяном бизнесе явный источник конфликта не совсем рыночное распределение прибыли а это повод для стрельбы тут вполне допустима аналогия из обычного бизнеса если в нем крутятся неучтенные деньги или есть ли он базируется на неформальных связях есть почва для криминального передела как-то пришлось быть невольным свидетелем разбирательства по поводу размещения контейнера с арбузами на бойком месте с мордобоем и прочими развлечениями к счастью без смертоубийства но стрельба из автомата по арбузам тоже не доставила удовольствия окружающим с природными ресурсами ситуация аналогична что такое справедливая компенсация туземцам за сырье о котором говорилось в атлантической харкете должны ли туземцы получать большую часть прибыли образующуюся от использования нефти в развитых экономиках а на каком основании кстати экономическая эффективность использования нефти различна у Хачатурова есть обобщенные подсчеты например сколько ВВП и рабочих мест образуется одним миллионом тонн нефти в экономиках США Японии России Китая цифры везде разные и если нефтеэкспортерам платить фиксированную долю от прибыли то и цена для разных потребителей будет разная нонсенс очевиден справедливость слово хорошее привлекательное но использование его в экономике слишком часто приводит к кровопролитию что будет справедливой компенсацией для нефтедобывающих стран связка Бус Мерседес и Боинг для шейха есть ли разница между этими компенсациями если на нефти базируется вся экономика запада с подобной точки зрения любая плата мизер но платить сколько угодно высокую цену западное общество не готово и кому потомкам тех кто оказался на нефтеносных территориях можно сказать случайно тех кто о нефти даже не имел никакого представления к сожалению я не вижу иного способа для западных стран отобрать прибыль экономисты называют ее природной рентой кроме как пойти на опек войной это не будет обязательно военный разгром всех стран членов опек и даже не обязательно кого-то из членов опек но некоторых самых неудобных из нефтепроизводителей и война будет выглядеть по понятиям запада справедливой вообще в современной экономической парадигме нет места госсектору справедливым считается устройство когда всем занимаются частные предприниматели следовательно добыча нефти должна быть по мнению запада приватизирована пусть даже эта мысль не высказывается другой просто быть не может не социалисты же они почему национализация нефти в разных странах увенчалась успехом в 1973 1976 годах и не удалось скажем в Иране в 1951 может быть страны нефтепроизводителя стали очень сильны ответ ответ просто очевиден сила СССР позволила это сделать в 1951 году СССР был слаб в 1973 силен без СССР национализация вряд ли была бы возможна при недоброжелательном отношении к СССР скажем Саудовской Аравии сам факт его существования явно был использован как крыша выражаясь современной терминологии сейчас СССР нет какую экономическую выгоду мог бы получить Запад от этого многозначительного факта какую ты уже получил поскольку 90-е годы были временем явных экономических успехов Запада скорее всего благодаря дележу наследия СССР ухода с международных рынков выбросу в экономику Запада сырья по демпинговым ценам но выигрыш получился так сказать черчиллевский пока еще не рузвельтовский а вот разрушение блока нефтеэкспортеров это не только десятки миллиардов долларов прибыли ежегодно это еще и гарантия от неожиданности в виде потерь сотен миллиардов долларов ведь нельзя же ориентироваться только на сегодняшние реалии в перспективе мировое потребление будет базироваться на странах ОПЕК уже на 90-100% а не так как сейчас и удивительное дело в период после разрядки США не использовали для решения своих экономических проблем экономию на военных расходах несмотря на драматическое падение военной мощи основного врага США России соответствующего сокращения военных приготовлений не произошло ружье на стене не только не сдано в утиль оно чистится и смазывается в ожидании последнего акта белый охотник плохой охотник но хороший экономист вложения в военную технику должны принести прибыль до того как она устареет и выйдет из строя не слышал я о военных приготовлениях не закончившихся войной и так война потребителей нефти против производителей возможно есть мотив силы и средства теперь идеологическое обоснование без него раньше англичане а затем американцы войн не ведут то культура и цивилизация то попранная справедливость и свобод народов то права человека что-то быть должно не всегда убедительно но people's have it доводы исходящие от богатых и сильных почему-то звучат убедительно и все же существует она ось зла кто у нас основные пособники терроризма Иран Ирак Ливия суммарно более 20% мировых запасов нефти и примерно столько же газа кто-то вдруг хлопотливо начинает шить дело Венесуэле более 5% запасов немного промахнулись думали решать дело по-другому срочно появились известия о невероятно вопиющих фактах нарушения прав человека и притеснениях независимых журналистов прямо как на Кубе кто там еще в мире остался с нефтью и без нарушения прав человека есть в этой оси еще и Северная Корея но не из-за нефти там вопрос принципа нельзя оставлять в покое народ который дрался с американцами и победил вьетнамцам кстати тоже нужно иметь это в виду и не почивать на лаврах эмираты Кувейт и Саудовская Аравия первые два можно оставить в стороне они уже свои им хватит и того что у них есть при их то мизерном населении а вот Саудовцы конечно они многолетние союзники США оказали множество незаменимых услуг помогли с прикрытием участия США в войне в Афганистане но слишком много там образованных и богатых людей не слишком довольных своей ролью в мире и даже в королевской семье они есть Саудовская Аравия страна миллионеров их там 80 тысяч и свои миллионы и миллиарды они не расходуют попусту по стечению обстоятельств это еще и хранительница святыни ислама мировой религии по мнению многих единственной истинно верной довольны ли саудовцы ролью предлагаемой им Голливудом ролью комических шейфов и в массовых комедиях вряд ли это народ со своими представлениями о справедливом устройстве мира часто пишут что аравийский полуостров рассадник идей ваххабизма верно и само это религиозное учение появилось в Саудовской Аравии но разница между ваххабизмом и саудовцев и ваххабизмом неграмотных бандитов Средней Азии как между коммунизмом Маркса и коммунизмом Полпота так как же поссориться с Саудовской Аравией если она во всех международных делах США только помогает не было бы счастья да несчастье помогло за штурвалами боингов снесших башни всемирного торгового центра были саудовцы и почти все участники этого таинственного заговора террористы так и не предъявили требований также граждане Саудовской Аравии и Египта и не нищего Афганистана почему до сих пор не разбомблены Эр-Рияд со всеми своими ваххабитами вот вопрос на который трудно получить ответ когда ждать войны а когда она придет когда все-таки ждать войны ну понятно что война на ближнем востоке скорее всего будет осенью весной начинать не стоит слишком жарко а который осенью да какой угодно может быть уже в 2002 срок войны нельзя оттягивать до бесконечности дело не в том что нефть скоро кончится не из-за чего будет воевать пока потрачено человечеством 100 миллиардов тонн а впереди точно еще 140 а то и еще 70-200 дело в другом войну нужно вести так чтобы не пострадать самому а какое оружие есть у этих не самых мощных стран кое-какая авиация никаких авианосцев небольшие прибрежные флоты ну что они могут сделать они могут перекрыть поставки нефти вот единственное серьезное оружие сырьевых стран а вовсе не подпольная атомная бомба которой можно разве что утопить какой-нибудь авианосец и вот здесь часы тикают все быстрее пока еще есть альтернативные поставщики можно рисковать и терпеть а через 10 лет когда уже не только Япония но и западная Европа начнут почти полностью зависеть от ближневосточной нефти будет сложнее каким может стать исход прямого столкновения отрешимся пока от нынешней ситуации когда Саудовская Аравия Эмираты и Кувейт считаются союзниками запада война против нефтиэкспортеров не потянет на действительно большую слишком силы неравные Ирак Венесуэла и Саудовская Аравия насчитывают миллионов по 20 населения Кувейт и Объединенные Эмираты миллиона по 2 если не меньше да еще некоторое количество неграждан иностранных рабочих собственно и занимающихся добычей нефти в арабских странах относительно иностранных это чаще всего такие же арабы но из бедных арабских стран не имеющих нефти среди них много палестинцев во время оккупации Кувейта Ираном они были на стороне Ирака да эти страны кроме Венесуэлы до зубов вооружены в основном американским оружием но оно будет малоэффективным если применять его против запада несколько лет охлаждения в отношениях и требующие технического обслуживания высокотехнологичное вооружение выходит из строя немного устойчивее много воюющий Ирак но вряд ли он сможет противостоять Америке если та захочет выделить из состава Ирака его южные нефтегазовые провинции такая идея проговаривалась и даже попала в прессу и она может быть реализована действительно всегда можно найти чистолюбцев готовых пожертвовать целостностью страны чтобы занять статусную должность в ее осколке название президент министр генерал звучит сладостно для тех кому в нормальных условиях эти чины недоступны даже если это президентство и генеральство пародии на реальные в самих США сэцессия отделение штата от США карается смертью но в других странах и при поддержке крупной державы такое иногда происходит Панама появилась на карте мира когда США поддержали мятеж какого-то местного колумбийского генерала понятно зачем решая проблемы связанные с Панамским каналом поняли что лучше иметь дело с правительством крошечной Панамы чем с более крупной Колумбии частью которой Панама когда-то была сказка ложь да в ней намек добрым молодцам урок в больших по территории странах источники сырья бывают сконцентрированы в совсем небольших районах как в Эмиратах их семи входящих в эту федерацию запасы мирового уровня лишь в двух так вот у потребителя если он достаточно силен может возникнуть соблазн выделить крошечный анклав из территории сырьевой страны кого дешевле проплачивать центральное правительство или какого-нибудь председателя местного сельсовета я ведь не об Эмиратах вам толкую если кому-либо приходит в голову идея расчленить Ирак посадить где-нибудь в Басре марионеточное правительство и прикрыть его бронированным кулаком значит кое-кому не только в Ираке нужно крепко задумываться о собственных проблемах точнее думать нужно было раньше ведь права владения на свою собственную нефть могут оказаться у нации или государства только номинально когда ее разработкой а главное экспортом занимаются частные компании кто может гарантировать что они отстаивают интересы государства во первых достаточно крупная корпорация имеет собственные интересы высшие чины богатой компании не испытывают пиетета по отношению к высшим чиновникам государства видали они их и рычаги управления людьми у них порой помощнее в истинно рыночной экономике каждый заботится о себе сам эксплуатируя других или предлагая для эксплуатации себя если ни то ни другое не получилось твои проблемы это при феодализме феодал эксплуатирует но должен заботиться об эксплуатируемом современные социальные государства несут в себе то ли пережитки феодализма то ли семена социализма во всяком случае проводит социальную политику корпорации же к социальной политике не склонны поскольку заняты бизнесом их связь с субстратом народом среди которого этот бизнес ведется в данный момент не слишком прочна завтра условия могут измениться даже если высший менеджмент корпорации этически свой бизнес не то место где продвигаются сентиментальные личности государственному или квази государственному аппарату ОПГ сменить субстрат сложнее неспроста на западе государство борется с излишне сильными монополиями их разрушают не только с целью создать поле честной конкуренции так американское правительство в свое время разделило всесильную нефтяную стандарт ойл на 7 компаний помельче слишком много она стала о себе понимать и вообще национальное государство не единственная форма человеческой организации если мы сейчас видим человечество поделенным на государство то это в определенном смысле историческая случайность а то и этап развития фурсов директор института русской истории при рггу описывал историческую ситуацию когда ост инская компания будучи формально английской торговой компанией в военном и финансовом отношениях не уступала английскому государству и вела собственную политику кроме того современный мир глобализирован и иностранное участие в капиталах и менеджменте компаний обычное дело но тут возникает опасность не всегда здорово но неизбежно что отечественная компания преследует не государственные а собственные интересы но возможно ситуация что она даже свои интересы не соблюдает масса примеров есть когда номинальный владелец один а реальный другой вот и представим себе на минутку что реальный владелец нефтяной компании страна потребитель нефти как такая компания будет себя вести кстати подобную компанию легко вычислить она старается вопреки очевидной логике снижать отпускную цену на нефть а если еще и достаточно влиятельно политически то избивать мировую цену отказываясь сокращать добычу когда это предлагают организованные нефтепроизводители поскольку подобная мимикрия все же ненадежна и исторически недолговечна рано или поздно может появиться серьезное правительство которое спросит доколе но такая фальшивая компания склонна снимать сливки с месторождений оставляя замазученные трудно извлекаемые остатки благодаря потомству вот по этим самым причинам целью запада будет скорее всего не прямой захват части Ирака а скорее выделение там особые экономические зоны где добычу будут вести независимую от правительства страны компаний несомненно отчисляющие часть прибыли в пользу голодающих иракских детей есть правда предположение что Ирак останется единым с проамериканским правительством в Багдаде как в Сербии так как обезопасить такое правительство может только согласие народа добиться этого можно повышением жизненного уровня это тоже можно сделать без больших затрат для этого надо его предварительно как следует опустить после этого любое незначительное улучшение иракцы будут почитать за счастье именно так поступили с югославами поэтому блокада очень полезная обоюдо острое оружие оно ослабляет непокорных и усиливает коллаборационистов пришедших им на смену для нас и всех нефтеэкспортеров жизненно важно не допустить этой ситуации для нас это будет очередной шаг в экономическую пропасть нефть после этого подешевеет исходя из этой гипотезы о намерениях запада в первую очередь США после завершения операции в Афганистане следует ожидать каких-либо шагов по установлению контроля над территорией Ирака сама афганская акция не совсем понятна хотя возможно если бы мы имели больше информации о результатах нефтеразведки в туркменском и казахском секторах Каспия то лучше бы понимали мотивы поведения запада в Центральной Азии во всяком случае взаимосвязь между проектом трансафганского нефтегазопровода разработанного американской корпорацией Унакал и назначением в Афганистане на должность временного президента Хамида Корзая в свое время консультанта Унакал весьма вероятно впрочем сошлюсь на независимый источник В Центральной Азии находится 40% всех мировых месторождений природного газа и богатые залежи нефти но чтобы воспользоваться этими богатствами необходимы нефтепроводы и газопроводы которые прилегли бы по территории Афганистана поэтому неудивителен повышенный интерес к этой стране нефтяных компаний и в частности американский Унакал пишет испанская Е1 Мундо как полагает издание Хамид Корзая днюдь не случайно возглавил страну после падения режима Талибан по данным Е1 Мундо новый премьер-министр Афганистана в свое время работал для американской Унакал с давних пор лелеевшие планы по возведению в Афганистане нефтепроводов и газопроводов кроме того он тесно сотрудничал с ЦРУ и Пентагоном в 80-х годах там он познакомился с Салмаем Халилзадом новым спецпредседателем США в Афганистане назначен на этот пост всего через 9 дней после прихода к власти нового афганского правительства по случайному совпадению Халилзад американский гражданин афганского происхождения также в свое время работал на Унакал его послужной список весьма велик он входил в состав всех республиканских правительств со времен президентского правления Рональда Рейгана при Джорджи Буше старшем Салмай Халилзад работал под руководством нынешнего замминистра обороны США Пола Вулфевца и даже входил в совет национальной безопасности где подчинялся непосредственно Кандализи Райс та в свою очередь прежде входила в совет директоров нефтяного гиганта Шеврон так или иначе и Корзай и Халилзад работали в 90-е годы на Унакал теперь же Корзай возглавляет правительство Афганистана а Халилзад представляет интересы США в этой стране суть этих интересов сформулировал в свое время один из представителей ООН резонно заметивший что война в Афганистане слишком напоминает войну за нефть и газ и слово подтверждение этой точки зрения вскоре после начала американских бомбардировок Афганистана посол США в соседнем Пакистане провел экстренное совещание с пакистанским министром нефти план строительства нефтепровода Унакал по территории Афганистана запущен в действие заключает издание Затем после свержения Саддама Хусейна возможно какие-то шаги в отношении Ирана и особенно Саудовской Аравии до того вряд ли но они неизбежны невозможно скрыть до особенно никем и не скрывается что корни терактов 11 сентября тянутся исключительно к верхам саудовского общества и нищие талибы тут вовсе ни при чем но пока саудовские правители проявляют хотя бы внешнюю лояльность запад будет решать на ближнем востоке другие задачи не пытаясь вести следственные действия в рияде Мекки и Медине это пока не в его интересах после того как и если противодействие в регионе будет сломлено силовое присутствие может и не быть вызывающе заметным военные базы не должны выглядеть осажденными блокпостами более того вполне возможно что США вообще выведут свои войска с баз в Средней Азии достаточно того что местные правители будут знать американцы готовы вернуться в любой момент и не только с лавровой ветвью в зубах они это уже продемонстрировали а какую ситуацию хотели бы оставить за собой уходя США потребителям нефти наиболее желательно если в регионе будут действовать частные нефтяные операторы напрямую не связанные с государствами и международными организациями но защищенные угрозой немедленной силовой акции силовые меры будут комбинироваться с политико-экономическими в рамках всей глобальной экономики суть регулирования должна состоять в снятии излишнего спроса на энергоносители в основном за счет экономик новоиндустриальных стран в результате цена на нефть приблизится к себестоимости не просто заниматься предсказаниями но пока все свидетельствует о том что трудные времена для российской экономики завязанные на экспорт газа и нефти прекратятся нескоро похоже что сильные мира сего всерьез настроены не выпускать нефтяные цены за пределы весьма жесткого ценового коридора близкого к диапазону 15-18 долларов за баррель в современном мире складывается парадоксальная ситуация от усилий относительно малокультурных сырьевых государств и мы попали в их число зависит ускорение темпа развития человеческой цивилизации чем дешевле будет обходиться западу сырье тем меньше у него останется стимулов для подготовки к периоду истощения сырьевых ресурсов дешевая нефть наркоз для цивилизации западного типа дорогая же потребует создания новых технологий сначала более экономичных а затем кто знает может быть не требующих использования невозобновляемых видов сырья вообще чесночный принцип все вышеизложенное основано на предположении что запад просто хочет максимально продолжить нынешний тип своей жизнедеятельности то есть много потреблять не думая о будущем стараясь обеспечить себя дешевым сырьем в таком случае переход на другие виды энергоносителей и освоение энергосберегающих технологий происходит просто под влиянием экономических законов нефть стала слишком дорогой перешли на бензин из газа и угля отопление подорожало поднялся спрос на теплоизолирующие строительные материалы думаю производители а потребители выбирают пока схема работает и обеспечивает энергетику значительный прогресс беда в том что капиталистические предприятия ограничены в своем видении перспективы и не всегда способны к долгосрочным инвестициям и с нескорой отдачей им им же нужно прибыль получать да и только нефтяной компании перейти к ядерной энергетике непросто непросто это и для демократически избранных правительств как известно они сильно зависят от экономических структур а те не для того помогают избираться кандидатам чтобы они повышали налоги и прочее изъятие из прибыли корпорации это скорее прерогатива тоталитарных правительств или во всяком случае опирающихся на широкие партии и независимых от корпораций на современном языке впрочем они и называются тоталитарными а объемы вложений в построение экономики будущего просто несоизмеримы с обычными тратами правительств они должны быть по крайней мере на уровне оборонных затрат и это при том что оборонные расходы никто не отменял ситуация дефицита топлива скорее приведет к росту напряженности в мире чем к разрядке а в глобальном мире с открытыми границами ни одна страна в отдельности не сможет позволить себе таких массивных вложений ведь средства для этого можно взять из налогов а если повысишь налоги по сравнению с другими странами отпугнешь инвесторов да и собственных предпринимателей в отношении крупных проектов в современном мире действует чесночный принцип как туристической компании которой приходится спать в одной палатке есть чеснок должны или все или никто так и значительные траты осуществляются или все или никто иначе произойдет утечка капитала и тем кто в этих тратах не участвует а затраты будут действительно масштабны дело даже не только в освоении новых что это вообще задача недостижимая новые источники жизненно необходимы но роста не будет энергия потребуется для плавного перехода человечества к новой цивилизации базирующейся только на возобновляемых источниках энергии сырья нам трудно такое представить и разум можно сказать противиться когда пытаешься направить его в эту сторону и тем не менее мы стихийно ворвались в техническую цивилизацию проявив при этом сметку и изобретательность но настоящей проверкой на разумность будет наша способность с достоинством эту цивилизацию покинуть нам придется сконструировать выход покинуть смету расходов по созданию подобного проекта непросто но это немалые деньги я не говорю сейчас о психологических преградах так в будущем население земли должно быть меньшим чем оно есть сейчас в некоторых странах удается политика сокращения рождаемости как например в Китае но во многих обществах ограничение рождаемости считается грехом нужно придумать и тут как выйти из этой непростой ситуации как переубедить целые народы при том что каналы воздействия ограничены нужны работы по созданию плана будущего общества на каких материальных основах оно будет базироваться какая демографическая ситуация в нем будет и с какими демографическими показателями мы должны подойти необходимо понимание как этого достичь какие политические мероприятия нужны чтобы например ограничить рождаемость в странах третьего мира и тягу к потреблению в странах золотого миллиарда но эти цели нужны масштабные инвестиции но взять их негде поскольку рентабельность промышленности в западном мире невысока по сути запад давно поддерживает то что уже существует такая ситуация много лет существует в японии а теперь в нее вползли и сша экономика настолько мало рентабельна что рекомендуемый процент по кредитам там упал до менее чем двух процентов годовых и предприниматели практически не получают прибыли им нечем отдавать проценты по кредитам а в японии эта ставка и вообще упала до нуля у нас ситуация другая ставка выше и по займам и по вкладам но выше и инфляция и хоть по вкладам гарантий никаких нет для вкладов на западе они еще эфемерны для русских тем более не дадут визу и пропали деньги поэтому нужно от чего-то отказываться либо изыскивать какие-то источники откуда могут появиться инвестиции в фонд будущего сырьевая рента один из таких источников сделав сырье дешевле можно сделать прибыльнее перерабатывающую промышленность а собранные налоги направить в фонд будущего правительство могут также сохранить или даже увеличить прямой налог на топливо примерно так делается в западной европе хорошо видно на примере бензина что от правительственной политики многое зависит так в западной европе бензин ниже доллара за литр не стоит но три четверти этой цены налоги в англии хотя это и нефтедобывающая страна бензин один из самых дорогих в европе а в сша он существенно дешевле но не потому что нефть там дешевле оходится просто налоги меньше нефть как это уже говорилось товар уникальный в отличие от остальных сырьевых товаров цена на него не падает то ли из-за близости истощения то ли из-за согласованной позиции нефти экспортеров поэтому природная рента от нефти в значительной степени остается у продавца потому они богаты и вполне способны формировать свои фонды будущего или если они поглупее использовать деньги на текущие расходы и закуп американского оружия взять у нефти экспортеров фонды будущего и создать собственные вот задача стран золотого миллиарда если такой вариант развития событий увенчается успехом нам это не принесет счастья на мировом рынке нефти она будет продаваться по себе стоимости а российские производители вообще не будут получать прибыли по мере роста среднемировой себестоимости будет расти цена тогда могут сложиться условия для освоения трудных российских месторождений но опять-таки для наших тяжелых условий цена будет слишком близка к себестоимости чтобы от реализации на мировом рынке получать прибыль стоят ли америки торопиться и чем сша живы может возникнуть вопрос а с чего вдруг такие ужасы зачем америки ввязываться в военные авантюры сколько времени американцы спокойно покупали все что им нужно что будет мешать им впредь разве доллар уже никому не нужен здесь надо вернуться к некоторым базовым вещам за счет чего живет запад прибылен ли голливуд да но только в прямой ли прибыли от кинопроизводства дела так например голливуд кроме всего прочего формирует вкусы а значит и структуру спроса покупателя во всем мире и по странному совпадению именно индустрия сша оказывается наиболее приспособленной производству наиболее выгодных товаров и услуг этот спрос удовлетворяющих трудно сказать есть ли на эту тему заказ но отрицательные герои действительно отрицательные то есть по-человечески неприятные как правило ездят в голливудских фильмах на мерседесах и бмв а положительные на американских машинах положительный герой крайне редко стреляет из акм а отрицательные как правило то есть даже там где нет прямого дохода коственный выход на живые деньги все таки есть и контроль сша в культурной сфере казалось бы вещь невесомая и неосязаемая в конечном итоге выражается в прибылях за счет чего живет америка нелегко представить себе продукцию которую выгодно было бы производить в америке слишком дорога здесь рабочая сила пошив джинсов обходится раз в 10 дороже чем в развивающихся странах и это при том что и в сша шьют скорее всего те же недавние жители третьего мира как ни странно эта страна крупнейший мировой производитель гораздо больше потребляет чем производит иногда в адрес развитых стран можно слышать упреки что они свою продукцию переоценивают а иностранную недооценивают это не совсем так просто развитые страны производят продукцию высокотехнологичную которую кроме них никто не производит в этом случае ценообразование является монопольным или олигопольным когда есть всего несколько производителей им легко договориться между собой а что такое монопольная цена если цена формируется при соревновании производителей то она лишь чуть-чуть выше стоимости равна стоимости плюс норма прибыли а она не высока несколько процентов а если производитель какого-нибудь очень нужного товара только один он может назначить и более высокую цену трудно сказать насколько более высокую чем ограничена монопольная цена но на ней можно получать не только прибыль но и сверхприбыль то есть прибыль выше нормы а вот производителям сырья договориться трудно почему это можно обсуждать но факты говорят именно об этом продавцам сырья их специализация вредна от сырьевого экспорта как правило экспортер беднеет а потребитель богатеет за исключением как мы уже говорили очень немногих видов сырья в частности нефти менее развитые страны экспортируют как правило товары сталкивающиеся с неэластичным спросом как пишет Сорос наш редактор его книги алхимия финансов поясняет чтобы увеличить объем экспорта товара с неэластичным спросом надо резко понизить цены задыхающиеся в долговой петле сырьевики вынуждены предлагать на рынок больше но в результате получать немного и нефть выгодна только потому что она контролирует группой продавцов хотя она тоже такое же сырье трудно также договориться между собой и производителем обычной продукции производимой по известным технологиям отчасти поэтому страны третьего мира хотя и вышли в индустриальную стадию благодаря своим экспортно ориентированным экономикам накопили не так уж много капиталов и при сокращении сбыта в странах запада они не могут заменить их спрос собственными платежеспособным спросом таким образом одна из идеи современной экономической теории идея о расцвете национальных экономик путем привлечения иностранных инвестиций оказалось не так уж плодотворно тем самым далеко не богатые страны втягиваются в изнурительную гонку рабочие соглашаются на недостойную человека заработную плату государство до мизера снижают налоги лишая национальный бюджет совершенно необходимых средств и все для того чтобы снизить издержки иностранных предпринимателей призом же является встраивание в экономике через систему развивающихся стран причем на самой бесправной роли при ухудшении мировой конъюнктуру именно экономики стран третьего мира страдают первыми глобальная экономика отбрасывает их как ящерицы свой хвост пресловутые азиатские драконы добились отчего они собственно добились право удовлетворять спрос заокеанского потребителя более дешевым способом чем если бы он заокеанский потребитель это делал сам правда и США уже не могут обойтись без дешевых товаров третьего мира в принципе экономическая докрина запада не любит монополий в учебниках часто приводится в пример различная практика в Англии и во Франции 18 века во Франции выгоднее производства раздавались или продавались в исключительное пользование лицам и компаниям результатом было отсутствие экономической конкуренции и отстаивание отставания в конечном итоге от Англии но вот монополию благодаря технологической новизне современная доктрина признает и клуб технологически развитых стран обладает монополией на многие виды технологий не знаю является ли это причиной или следствием теории так развитые страны поделили между собой мировые рынки компьютеров программного обеспечения видео и кино и аудиопродукции специализированного машиностроения биотехнологии гражданской авиации мира сейчас только боинги и аэрбусы которые нельзя сказать что совсем не падают в среднем чаще чем наши самолеты но нашим илом и ту путь в мир заказан и благодаря такому монопольному положению запад и сохраняет возможность платить своим гражданам высокие зарплаты глобализация потихоньку размывает эту ситуацию каждому конкретному производителю очень выгодно перевести производство в страну с дешевой рабочей силой а ведь вряд ли Америка будет состоять из одних дизайнеров и не только Америка у нас в Москве недавно открылся уже второй супермагазин шведской фирмы Икея торгующий всякими бытовыми хозяйственными товарами мебелью фирма Икея имеет 52 предприятия по всему миру что в ней шведского в самой Швеции только одно конструкторское бюро в городе Эльмхальм Эльмхальм а всемирно известный шведский концерн Эриксон даже штаб квартиру держит не в Швеции если развинтить монитор финской фирмы Nokia но не советую напряжение 15 кВт то там можно найти японскую а скорее южнокорейскую трубку вот вот и Леви Страус закрыла последние шесть фабрик по пошиву джинсов США то есть отчасти глобализация прогрессивна она ставит рабочего развитых стран и рабочего из стран развивающихся в более равные условия рабочий третьего мира стал больше зарабатывать хотя это не решило проблему бедности и не решит таких рабочих очень немного больше западу не нужно а рабочий запада чтобы выдержать конкуренцию на рынке труда соглашается сократить свое потребление как сказали бы марксисты глобализация из разрозненных отрядов пролетариата формирует единую всемирную армию труда но пока американцы и американские рабочие в том числе наслаждаются высоким уровнем жизни и соответственно большим потреблением ресурсов причем потреблением которое даже США не по карману кроме слишком высоких зарплат и других видов выплат расходуемых наличное потребление США еще очень много тратят и на общественное потребление и на военные цели да пока экономика США первая в мире но и армия у США самая дорогая и флоты по всему миру чего-то стоят мы говорили что отчасти такая ситуация существует из-за своеобразного разделения труда за товары запад платит монопольная платится монопольная цена за товары третьего мира конкурентная но даже в этих условиях нет равновесия в обмене США с остальным миром даже американской высокотехнологичной продукции не хватает чтобы оплатить американские аппетиты в последние годы в мире продолжается абсурдная ситуация в США ежегодно продают своих товаров на сотни миллиардов меньше чем покупают имея так называемые отрицательные торговые сальдо последние годы 300-400 миллиардов долларов то есть в год американцы покупают на душу более чем на 1000 долларов товаров во всем мире ничего не давая взамен вместо товаров во внешний мир из Америки уйдут доллары наличные и безналичные это не только нефть на нефть США тратят менее 100 миллиардов хотя и роль нефти здесь немалая отчасти это нормальный процесс доллар мировая валюта а единственный эмиссионный центр Америка чем сильнее развивается рынок тем больше ему надо средств обмена то есть долларов потому-то страны мира и продолжают продавать американцам всякие товары получая взамен бумажки вопрос лишь в том не многовато ли этих долларов ведь прирост денежной массы если он превышает рост товарооборота вызывает инфляцию а долларовая инфляция идет с 1970 годов доллар похудел по крайней мере вдвое но сложно сказать следствие ли это внутренней американской политики или перенасыщение долларами внешнего мира судя по тому что за границей доллар как правило имеет большую покупательную способность чем дома то скорее первое но в этой ситуации скрыто зерно опасности доллар имеет цену потому что используется в мировой торговле говоря другими словами мировая торговля контролируется американскими банкирами и вот если мир по какой-то причине перейдет на другую валюту он может начать сбрасывать доллары в этом случае доллар потеряет в цене уже не жалкие 15% как пророчил весной 2002 года Джордж Сорас интересно что это для Америки не только плохо США страна должник крупнейший должник мира и обесценивание доллара если все начнут истребовать свои долги для Америки будет выгодно ведь она одна из немногих стран мира должна в своей собственной валюте вот мы например должны в основном европейских валютах иенах и долларах и что мы со своим рублем не делай девальвируй ревальвируй хоть вообще отменяй должны будем заплатить евро иенах и долларах для чего нам придется продавать какие-то реальные товары и активы а США грубо говоря может хоть в ноль вывести цену доллара и тогда отдача долгов будет совсем не обременительна в порядке анекдота еще когда евро только планировалось ввести активно обсуждался вопрос сможет ли евро выступить в качестве мировой валюты и в некотором отношении даже заменить доллар в частной беседе состоявшейся году так в 1999 один ехидный человек выдвинул такую гипотезу наши чиновники действуют всегда так чтобы России было хуже поэтому если они переводят государственные долги из долларов в европейские валюты а валютные резервы накапливают наоборот в долларах значит евро будут расти тогда в реальном исчислении России придется по долгам выплатить больше а ее накопление обесценится каюсь я так и не удосужился проверить эту гипотезу но что надо иметь ввиду хотя исчисляются наши суммарные долги в долларах значительная их часть на самом деле в европейских и азиатских валютах а так как нам их не простят и отдавать их все равно придется насколько я знаю в период наших экономических трудностей только Куба и Вьетнам простили а мы были и им должны то при наличии возможности разумнее в первую очередь выплачивать именно эти а долларовые долги подождут выплаты по ним не стоит форсировать но совсем-то обесценивать свою валюту американскому правительству не стоит поскольку это не очень хорошо будет воспринято американской общественностью но общественность одно а правительство другое оно должно заботиться не о конкретном рабочем а об экономике в целом каждый рабочий хочет большую зарплату но при больших зарплатах американских рабочих их продукт получится дорогим слишком неконкурентным и его не продаж поэтому для повышения конкурентоспособности полезно зарплату понижать если работаешь на экспорт в том числе и допуская падение курса собственной валюты азиатские страны так нередко делали в 80-е и 90-е годы когда работаешь на внутренний рынок эта зависимость не всегда действует конечно в конкуренции полезно поменьше тратить на рабочую силу но малая зарплата это низкий платежеспособный спрос рынок съеживается первым кто сознательно платил рабочим высокие зарплаты был Генри Форд великий экономист практик которому удалось сломать железный закон заработной платы и так на мировой рынок ежегодно выбрасываются сотни миллиардов американских долларов не насильно нет берут точнее брали сами списком и визгом зная что они не обеспечены товарами и услугами но это не приводит к одномоментному краху как предполагали у нас начиная с 2000 года доллар было куда применить не только складывая в кубышки на что иностранные получатели долларов их тратили на два вида покупок покупали недвижимость в США и акции американских высокотехнологичных компаний это было очень выгодное вложение капитала ведь будущее за информационными технологиями но вот беда существует гипотеза маркса иногда оспариваемая о снижении нормы прибыли то есть при данном уровне технологии любая деятельность приносит прибыли все меньше и меньше проверить ее экспериментально нелегко поскольку и 19 и 20 век были временем постоянных революций в технологиях а вот к рубежу тысячелетия похоже новая революция не подоспела а она не помешала рентабельность американской промышленности снизилась до опасного предела алан гринспен главный американский банкир предупреждал о низкой рентабельности традиционных секторов промышленности еще по моему весной 2000 года а теперь к ним присоединились и новые специалисты в области IT начали в массовом порядке дышать свежим воздухом так или иначе новые высокотехнологичные компании оказались переоценены после ряда кризисов их стоимость упала то есть те кто вложил в них доллары их частично потерял кстати одновременно готовится упасть и рынок американской недвижимости получилось что Америка приобрела много разных товаров заплатив за них акциями своих компаний и недвижимостью а это обесценилось и обесценится еще больше то есть не стоит рассматривать эти события как катастрофу для Америки это лишь завершение некоторой коммерческой операции в дураках остались не американцы а те кто на черный день запас долларов акций и недвижимость США но перспективная ситуация ухудшилась область применения доллара сузилась и спрос на него стал меньше это самое грустное что становится некуда вкладывать доллары а для долларов и вообще просто не остается высокоприбыльных отраслей экономики это не результат событий осени 2001 года этот кризис поразил американскую экономику несколько несколькими годами ранее а события только подтолкнули процесс поскольку поколебали доверие инвесторов до того бестрепетно несших свои средства в американскую экономику ситуация необычна в экономике понятие прибыль и прибавочная стоимость базовые а вот как будет выглядеть экономика общества которая уже не способна создавать новые ценности а может только поддерживать ранее созданные а если ресурсы для такого общества будут обходиться все дороже то и ремонт уже построенного будет не по карману но ситуация с отрицательными торговыми сальдо ясно показывает США уже не по плечу привычный уровень потребления рыночным экономическим способом удержать свои позиции в мире будет все сложнее придется либо сокращать потребление этот вариант развития событий я практически не беру в расчет хотя в этом направлении некоторое движение идет либо искать какой-то путь гарантированного обеспечения ресурсами а тут вариантов немного и надо еще учитывать что потребности объективно будут расти по мере удорожания ресурсов придется напрягать силы уже не только чтобы сохранять уровень потребления но и для перехода к новым технологиям технологиям жизни в мире без нефти но ведь в этом случае масштабные инвестиции не скоро принесут отдачу значит в реальной экономике тот кто работает на будущее в настоящий момент отстает это еще один соблазн закрепить источники сырья за собой на тот период пока они не закончились но это другая история как выглядит экономика США и чем она живет для нас интересно как скажется на ней ситуация ресурсного дефицита если брать в общем и в целом то США находятся не в самом худшем положении эта страна самодостаточна и может долго поддерживать индустриальное общество без импорта нефти и даже без ее добычи угля в США довольно много но вот нынешнее положение сохранит вряд ли удастся тем не менее если в США существует реальное правительство не сильно озабоченное очередными перевыборами но думающая о будущем американского образа жизни как оно представляет собой будущее и какую главную проблему намерен решать последние события явно показали что у Америки нет равноценных противников самая большая чем могут угрожать Америке террористическая атака которая никак не может поколебать устойчивость экономики и эстеблишмента что там несколько небоскребов даже ядерный удар террористов по нескольким городам ничего не сделает с экономикой контролирующей мировую торговлю и монопольно владеющей ни одной сотней ключевых технологий угрожать угрожать Америке могут только объективные процессы но ресурсный кризис именно из таких тех а и а и а и а и